Ку-ку, ёпта! С вами Лимон, и сегодня мы будем рассматривать не обзор, а, как сказать, чтобы было, ну, комфортность игры. То есть это настройки, именно настройки, потому что от настройок зависит игра, как мы играем, комфортно, с лагами, без, и, конечно же, почему лагает и всё такое. Многие люди просто не обращают внимания на настройки, хотя настройки это очень важная часть игры, поэтому, ребят, запомните, то, что настройки всегда надо смотреть при входе в игру. Потому что есть люди, у которых они, ну, состоятельные, у них есть деньги, они могут позволить себе хорошие компьютеры, хороший интернет, и у них ничего лагать не будет, они не будут зацикливаться, они просто раз-раз, всё, они играют, и спокойно, они ничего не зацикливаются. А есть те, которые, ну, не могут накопить, или деньги не позволяют, или вообще вы учитесь в школе, поэтому вам просто, вы не можете позволить себе отличный компьютер, вы играете на компьютере. А есть ещё хуже, ребят, это ноутбук. Ноутбук не простой, который от 40 тысяч рублей, который уже более-менее, а вот именно в районе 30 тысяч рублей и ниже. У меня был ноутбук за 25 тысяч рублей, я на нём играл, то есть научил, начинал играть. У меня были самые минимальные настройки, я играл ужасно, всё лагало, вы не верите. Конечно, те, кто с ноутбуками, они меня поймут и поддержат. То есть настройки у нас находятся, ну, сейчас я всё подробно разъясню. Настройки у нас находятся в правом нижнем углу, да, правый нижний угол. Настройки здесь написано, здесь горячий ключ, да, вроде бы горячий ключ, я не помню точное название, но... Короче, инструмент нарисован, настройки же. И, конечно же, у нас открывается среднее окошечко, и там показано несколько вкладок с надписями, и, конечно же, первая вкладка это общие. Общие настройки, прицел и правшая левша. Перед тем, как начнём рассказывать, я вам буду рассказывать про вот это вот всё, я скажу так, что это лично моя игра, то есть она установлена у меня на компьютере, я лично в неё играю, и я говорю, советую вам, какие надо ставить настройки. Если вам это не нравится, вы можете не ставить, потому что вы будете опять писать в комментариях, лимон, ты неправильно делаешь, ребят, это моя игра, как мне удобно, так я играю, так я вам и советую. Почему я начал делать обзоры? Для того, чтобы вам советовать. Ладно, короче, это моё личное мнение, и я вам сейчас посоветую своё личное мнение. Если оно вам не понравится, то вы можете сделать под свой профиль, и там сами регулируйте общие настройки. Так, секундочку, я дышусь. Итак, у нас есть кровь, а есть подсказка прицела. Подсказка прицела, это вокруг прицела стоит, ой, не стоит, а вокруг прицела такой кружочек красненький, такой розовенький, розоватый. Бледно-розоватый, ну, короче, красный прицел. Блин, что я сказал? Короче, я сонный, не могу, как сказать. Ладно. То есть, прицел, и возле него кружок, он розовый. Вот это вот подсказка прицела, то есть оно определяет, попали вы в противника или не попали. Если попадёте, у вас будет этот кружочек, который розовый, ну, или красный, я не помню. Кровь, это, ну, стрельнули в противника, от него пошла кровь. И без крови, то есть я убираю эту галочку, у вас нету крови, то есть просто, как будто он бессмертный, ходит, вы в него стоите, ему побарбал. То есть, почему я убрал кровь? Потому что это немножечко, вот прям капелюсечку занимает производимость или работоспособность компьютера, я не помню точно слова. Но, короче, немножечко лагает с этим, с этой анимацией. То есть анимация же тоже, это требует чего-то. Поэтому я это убрал, и, во-вторых, это мне мешает играть. Смотреть, допустим, я убил одного, там кровь у него, и я не вижу, кто там за ним бежит. Поэтому я убрал. Прицел ставлю точку, в большинстве случаев точки, иногда чередую перекрестие с точкой. Ну и, конечно же, правша, потому что я правша. Это как удобно. Иногда ставлю левша, потому что надо же поразвлекаться, надо разной базе. Итак, видео. Ну да, вроде бы, по-общему мы все разобрались, запоминайте, как у меня это выглядит. Итак, видео. Разрешение 1400 на 900, это мой экран. Частота развертки 600 Гц, то есть вот здесь есть еще, но я поставил на самое максимальное, это мое разрешение экрана. Частота развертки 60 Гц, цвет 32 бита, бит и сглаживание 3Q. Я тороплюсь, поэтому заикаюсь. 3Q или 3Q. 3Q. Так, ну вот. Почему 3Q? То есть самое максимальное стоит. Конечно, да, это занимает компьютер, но я хочу лично для себя. У меня нормальный компьютер, у меня и не мощный, и не слабый, но он у меня нормальный. Почему я поставил сглаживание? Потому что без сглаживания у вас будут квадратики, то есть она будет как в Майнкрафте, она будет вот с такими углами, вот видите угол здесь, здесь, здесь. Ну, не прорисовано качественно, так, у нас же иновы, они иногда кривят, иногда делают все идеально, хотя я идеально еще ни разу не видел. Ну, если это кому-то там, инововцам, кто за инову обидно, то, ребят, это ваши проблемы. Я лично свое мнение поражаю. Ну, 3Q, то есть уменьшает так вот немножечко, и оконный режим и вертикальная синхронизация, плавная перспектива, я это все убрал. У меня этого даже и не стояло. Рякость 67, вы можете также регулировать яркость, но у меня стоит на 67. Я, конечно, вижу и при 60, но в обзорах требует качество, и поэтому вот так вот. Интерфейс. Я убрал показывать логотип нашей команды и окно миссии. Окно миссии это вот тут вот такое вот окошечко, которое вам показывает какие-то миссии, там убить того, убить того, сделать это. А показывать логотип нашей команды это на чуваке, как вам сказать? Бежит. Вот он бежит, и у него тут сверху, ну, такая зеленая, кружочек там, патроны нарисованы, или еще что-нибудь, или прицел. Ну, типа того. А, мини-бой поворот. Звук, ну, звук это для каждого человека, у меня лично такой управление, вы подставите под себя, чувствительность мыши у меня на 0.27 стоит. Почему? Потому что у меня, кстати, X7, мышка X7. И я не знаю как точно, но могу сказать, там есть кнопочка, которая регулирует чувствительность мыши, и у меня мышь сама по себе быстро двигается, и она горит красной лампочкой, я не помню как называется, но она горит красной лампочкой. Поэтому вы примерно ставьте на 0.40, и тогда, ну, если у вас такая мышка, и тогда вы можете ставить на 40, и это вам, ну, вы будете как я играть. Хотя я ставлю не на очень быструю, я успеваю развачиваться, у меня иногда бывает такое аж, у меня же стенка тут рядом с таки так, и в стенку, такой хлопот. Угл обзора 80, не меняю, инверсии мыши не стоит, здесь такие вот настоечки. Графика, самое главное, что люди меня просят. Графика, лимон, какая у тебя графика? А вот такая вот, смотрите. Физика. Хочу начать с неё. Почему? Потому что физика это не, там, не качество, всё такое, там, пустыни летают, или ещё что-то. Это как падает человек. Ну, пока что я замечал, как падает человек. То есть, либо вы его с дробовика, допустим, если вы его стрельнули, он отлетает, там, не знаю, на 10 метров, если, конечно, с приклада. Ну, короче, он отлетает и летит, там, ударяется в стенку ещё, и всё такое. А без физики он просто на месте падает. След пули, эффект следа пули, эффект местности. У меня это всё стоит, световой эффект, детализация, я это убрал, так как это очень занимает, занимает работоспособность компьютера, детализация тем более. Качество текстуры среднее, но когда я стрельлю, я ставлю на низкое, потому что... Так, то есть, вот, среднее, ставлю низкое тогда, когда нужно стримить. Конечно, я играл с низким, ничего такого. Высокое я ставил тогда, когда... Да, блин. Я ставил, когда только начинал обзоры снимать, и ничего в этом не развелось, у меня очень сильно лакало. Качество теней я выключил, потому что, во-первых, я играю на турнире, и это запрещено, а во-вторых, они даже сильно ей не помогают. Конечно, иногда спасали, а иногда нет. Я на них не обращаю внимания, я вижу человека, я пытаюсь его убить, я не смотрю на тень. Качество освещения низкое, потому что это очень тоже сильно занимает работоспособность компьютера, качество эффектов высокое, хотя я ставил на среднее, но она не убирается почему-то у меня. Я бы, если у вас убирается, то я бы на вашем месте поставил бы среднее или низкое. А теперь давайте разберемся для ноутбуков. Для ноутбуков вы можете здесь вот то же самое расставить, но советую физику убрать, а также поставить качество текстуры на низкое. И качество эффектов, если у вас они убираются, то поставить на среднее или низкое. Вот так вот. Ну, контакты я здесь вот так вот поставил. То есть, чтобы меня не приглашали какие-то там левые люди, я вот такую поставил. Так, и, конечно же, вот так вот. Ну вот. И макросы. Макросы это, то есть, это вообще фигня какая-то, я не знаю, Новый год, что-то, вроде бухой был. Что-то писал тут. Всех с Новым годом, ниже лимон, не будь кислым. Ну да. Это стрим. Так, и, то есть, здесь вы пишете, и это всё определяется. То есть, вы там Alt 1 жмёте, и это, это резкая надпись. Есть ещё фишка, то есть, вы либо в своей команде пишете, это синий чат. Вот так вот, это F3. А все это, ну, белый чат обычный. Итак, вот и всё. Всё, что я хотел сказать. Ещё раз я пойду, чтобы вы запомнили. То есть, общий, это вот так вот. Видео, вот так вот. Интерфейс, вот так. Звук, вот так. Управление, так. Графика, вот так. Ну и контакты, ну и там макросы. Нажимаем, да. И всё. С вами был Лимон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео. Вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылки вы найдёте под видео в описании. С вами был Лимон. Спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео вам очень сильно помогло. Потому что много было запросов на это видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Спокойной ночи. Ну, если кто там ночью смотрит. Или доброе утро, если вы утром. Всё, пока.